Добрый день, Владимир Владимирович! Добрый день, коллеги! Сначала о кредитных каникулах. 3 апреля принят федеральный закон, и в этот же день принято постановление правительства Российской Федерации по предоставлению кредитных каникул для граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства. По следующим размерам. По потребительским кредитам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, соответственно, 250 и 300 тысяч. По кредитным картам, по кредитным кредитным картам 100 тысяч, по автокредитам 600 тысяч, а по ипотечным кредитам изначально принят размер 1,5 миллиона рублей, предельная сумма по кредитным каникулам. Тем не менее, в соответствии с вашим поручением, были проведены дополнительные консультации с Центральным банком, банковским сообществом о том, чтобы увеличить эти пороговые значения по ипотечным кредитам. И в соответствии с принятыми правительствами Российской Федерации, 10 апреля текущего года решениями, увеличен потолок по ипотечным кредитам. А именно, 2 миллиона рублей установлен потолок для всех регионов Российской Федерации. Напомню, что в прошлом году средний объем выданных ипотечных кредитов составлял 1,5 миллиона рублей. 3,5 миллиона рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа. И для Москвы установлен отдельный повышенный уровень каникул по ипотеке в размере до 4,5 миллиона рублей. Таким образом, это решение охватывает практически полностью всю ипотеку по стандартному жилью. Кроме того, коммерческие банки стали запускать собственные программы по реструктуризации в дополнение государственной программе, чтобы идти навстречу гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В течение первой недели только в 2 банка, Сберегательный банк и Внешторгбанк, поступило более 60 тысяч заявлений о предоставлении каникул, из которых 70% было подано с использованием дистанционных каналов. По данным банков, большая часть, более 90% удовлетворяется сразу, по остальным проходит дополнительная консультация, по остальным обращениям проводится дополнительная консультация. Второй вопрос, который Вы задали, это вопрос о стимулирующих выплатах. Да, Антон Георгиевич, там достаточно всё просто по второму вопросу. Мною были названы цифры соответствующие. 80 тысяч рублей – это дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом для медицинского персонала, для врачей. 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Но цифры были названы, абсолютные, и нужно, чтобы люди получили, что называется, на руки чистыми. Для этого нужно внести изменения, соответствующие в нормативно-правовую базу. Я прошу Вас это сделать. Ясно. Мы подготовим такие предложения. Спасибо. Спасибо.